Здравствуйте! Сегодня у нас экспертно-аналитический клуб на тему опросов в ЦИОМ. Длительность мероприятия будет два часа. Первый час спикеры будут отвечать на заявленные вопросы, а второй час у нас отведен на дискуссию. Наш сегодняшний спикер – это Геннадий Коршунов, кандидат в социологии, экс-директор Института социологии НАН Беларуси. Геннадий, добрый день! Андрей Вардамадский. Руководитель Белорусской аналитической мастерской. Андрей, добрый день! Приветствую! Рыгора Стопеня, директор Четом Хаус Беларуси Нишатив. Рыгор, привет! Привет! И Оксана Шелест, аналитик Центра европейской трансформации, кандидат в социологии. Добрый день, Оксана! Добрый вечер всем! Напоминаю, что мы ведем видеозапись, и у нас по-прежнему применяется правило Четом Хаус Ру. Такие фрагменты выступления будут вырезаны из видеозаписи, так что если вы хотите сказать что-нибудь не под запись, то, пожалуйста, дайте нам знать, тогда остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем такую фразу цитировать не нужно. Также у нас доступен живой перевод на английский язык, поэтому если вам удобнее слушать нас на английском, то, пожалуйста, переключитесь в настройках Zoom. И передаю слово модератору Вадиму Ножейко. Вадим, пожалуйста. Да, спасибо, Антон, и добрый день, добрый вечер всем, кто нас смотрит, кто участвует в нашей дискуссии. Действительно, как бы мы тут вчера обсуждали в Фейсбуке, что сегодня нам удалось собрать такой просто небосклон звезд белорусской социологии, не побоюсь этого слова, поэтому я уверен, что у наших участников будут в том числе вопросы, может быть, во второй части, и не только связанные с ФЦОМом, но грех, что называется, когда рядом такие социологи чего-то интересного не обсудить. Поэтому, да, вопросы можете описать в чат, можете потом себе записывать, чтобы потом поднять руку и самому задать. В общем, все это будем следить, но для начала действительно обсудим эти данные ФЦОМ, потому что я бы сказал, что данные опроса в ФЦОМ действительно, ну, может быть, не слишком похожи на такое типичное, то, что можно представить, когда мы думаем над таким официальным российским опросом. Это не данные о том, что Владимир Путин, значит, на коне и самый популярный политик на свете, а Дрюсбюс Россия и все вокруг поддерживают, а как бы наоборот, эти данные не выглядят так бравурно и оппозиционные политики популярнее. Рейтинг у Путина получается в Беларуси вообще, прямо как у Зеленского, страшно сказать, для российской аудитории. К Украине даже лучше относятся, чем к России. В общем, данные не такие типичные, поэтому интересно их обсудить. И, наверное, первый вопрос, который я хотел бы задать всем спикерам, напомню, у нас по традиции будет три вопроса, и каждый сможет на каждое ответить. Поэтому начать хочется с того, что вообще мы можем сказать о данных в ЦИОМ и с того, что мы видим. Понятно, что мы не знаем каких-то, может быть, инсайдов, не знаем о том, как это проводилось или не проводилось, но, знаете, исходя из этих данных, из того, что нам доступно, насколько это вообще похоже на настоящее и методологическое корректное исследование. По крайней мере, вот так сформулируем осторожно, насколько это похоже. И в таком случае давайте, чтобы все успели, будем стараться более-менее в районе пяти минут выступать. И тогда, Андрей, пожалуйста, нужно начать с анализа того, насколько все это выглядит похоже на реальность. Спасибо за слово. Ну, я имел бы в виду, так сказать, сделать вначале такое некоторое вступление для начала. Оно касается соотношения общественного мнения и больших политиков, либо большой политики. Различные есть формы здесь. И первая форма – это соответствие общественного мнения и принятого большого политического решения. Или там группы больших политических решений. И что происходит в этом случае? В этом случае большой политический лидер говорит, что это не мое решение, а этого хочет народ. Вот так народ хочет, и поэтому я делаю так. Вот это такой простой и ясный случай. Второй вариант. Общественное мнение не соответствует принятому политическому решению. В этом случае два варианта происходят. Осуществляется, проводится массированная медийная кампания по видоизменению общественного мнения и приведение его в соответствие с принятым большим политическим решением. А второй вариант указывается, что ситуация подается таким образом, что общественное мнение – это еще вот просто массовое сознание, оно не образованное, не информированное достаточно для того, чтобы адекватно реагировать на данное решение, понимать его правильность и, не знаю, потрясающую гениальность. И тогда лидер, который, как это считается априори, обладает большей полнотой информации, большим опытом и политической прозорливостью, стратегической, объявляет свое решение как более мудрое, чем мудрость всего вместе взятого народа и только ему, так сказать, ведомым историческим закономерностям. Это вот таких три классических типа взаимодействия большого политика и общественного мнения. И сейчас понятно станет, почему я об этом говорю. Вот на наших глазах то, что произошло с опросом в ЦИОМ, это возникновение еще одного вида типа взаимодействия лидера, большого лидера и общественного мнения. Это такой модерновый вид, когда общественное мнение используется для обмена сигналами, политическими месседжами между лидерами. Один лидер говорит другому в терминах общественного мнения, что твои планы не соответствуют структурам общественного мнения, которые вот сформировались и существуют. Или твои решения, либо так, твои решения, либо политическое поведение мне мешает. Мешает, потому что общественное мнение совсем другое. И вот этот современный модерновый вид взаимодействия и мы имеем в случае с опросом в ЦИОМ, который будет обсуждаться. Один лидер посылает другому не голубиной почты, как это было раньше в средние века, или не в результате телефонного разговора, как это было и происходит. Таким образом, месседж посылается в терминах социологических цифр. Какие же это месседжи, которые прочитываются в опросе, которые выслал Путин через ЦИОМ господину Лукашенко? Месседж первый. Твой рейтинг столь низок, что ты на нем не удержишься. Твоя сила не твой рейтинг, а я. Поэтому слушай меня и делай то, что говорю тебе я. Транзит власти с твоим участием под большим вопросом, поэтому слушай меня и следуй линии, которую я предлагаю и задаю. Месседж второй. Мне, может быть, гораздо лучше иметь дело не с тобой, а с твоими оппонентами по той простой причине, что у них больший рейтинг. Месседж третий. Транзит власти с твоими друзьями, твоим окружением тоже проблематичен, потому что ты и ты сам, и твое окружение имеют большие негативные рейтинги. Большие негативные рейтинги, чем имеют твои оппоненты. Ну и четвертый месседж. Мой рейтинг внутри Беларуси падает. Даже госпожа Меркель, уходящая на излете политической карьеры, на красивом излете политической карьеры, имеет больший рейтинг внутри Беларуси, нежели я теперь, хотя всегда раньше было наоборот, я имел всегда самый больший рейтинг внутри Беларуси среди зарубежных лидеров. Так нужно ли мне тебя поддерживать? Ну вот такие были месседжи, которые, как мне кажется, прочитываемы из той цифровой информации, которая на самом деле является новой формой коммуникации между лидерами. Можно прочитать. Спасибо. Да, Андрей, спасибо. Сразу видно, Андрей привык, что так-то. Само бы решать. Андрей решил, в свою очередь, отвечать не на первый вопрос, а на второй. По-моему, ответил замечательно. Но я все-таки постараюсь настаивать и продолжаю задавать первый вопрос. И попрошу тогда ответить на него Геннадия Коршунова. Насколько все-таки вот эти данные, эти месседжи, тем не менее, насколько эти данные похожи на настоящее, методологическое, корректное исследование? То есть это просто те данные, которые, исходя из этой логики, только что Андрей хорошо обосновал, исходя из этой логики, просто Путин нарисовал те цифры, которые ему было удобнее, чтобы обосновать вот такие вот раз-два-три месседжи? Или это исследование, в общем, похоже на методологическое, корректное и похоже, что правда отражающее белорусскую реальность? Добрый день. Ну, начнем с того, что, скорее всего, это реальные данные. Скорее всего, такое исследование действительно было. Потому что, ну, мы знаем, профессиональное социологическое сообщество знает, что благодаря возможностям цифрового мира провести исследование в любой стране и с другой страны технически достаточно просто. И мы знаем, что в 2020 году серия таких исследований белорусского общества со стороны России, она была. Поэтому в самом факте проведения такого исследования силами в ЦО ничего удивительного нет. Дальше. Если мы говорим про методические особенности проведения исследований, ну, там ничего выдающе гуся, как с точки зрения, скажем, того, что вызывает вопросы, либо того, что вызывает восхищение, нет. Это достаточно стандартный инструментарий. Другое дело, что там, конечно, показали или так допустили слив далеко не всей анкеты, очевидно. Нам показали то, что хотели показать. И еще один момент, который вот с методической точки зрения обращает на себя внимание, это выборка. В ЦИО сделал исследование по крупным городам. Очевидно, это общеизвестная штука, что чем крупнее города, тем больше протестный потенциал. То есть, сконструировав выборку таким образом, исследователи, я подозреваю, что сознательно пошли на получение информации в заведомо невыигрышном свете для режима. То есть, установка была на более такую демократическую аудиторию. Я бы вот на эти факторы обратил внимание. Если кратенько резюмировать, это стандартное исследование, ничего особенного нет, ни как в методике проведения, ни как в самом его факте. Некоторые моменты склоняют нас к мысли о том, что слив этой информации был запланирован. Но в целом данные, что очень хорошо, они согласуются и с теми данными, которые практически в то же время получил Chatham House, и с теми данными, которые практически в то же время получил немецкий ЗОЭС. Данные друг друга подтверждают. Фактически, это такой эксперимент, проведенный тремя независимыми друг от друга исследователями. Данные согласуются, что говорит о том, что ситуацию каждой из исследований отражает плюс-минус объективно. Спасибо. Да, Геннадий, спасибо. Геннадий очень так хорошо подвел к следующему нашему спикеру, потому что раз уж прозвучало исследование Chatham House, логично тогда обратиться к тому, кто эти исследования нам замечательно проводит и нам всем эти данные поставляет, к Ревору. Ревор, смотри, действительно, обратили внимание на выборку, и получается, хотя с одной стороны, мы много видели такого подхода, что критики исследования Chatham House, мол, да, вот раз это интернет-опрос, значит, нет деревень, значит, чего-то не хватает, а при этом, получается, так понимаю, в целом сделал выборку как раз еще более крупных городов, насколько я понимаю, о чем делают в Chatham House, и при этом данные все равно согласуются. То есть, может, получается, нет такой и проблемы с этими городами, там, у кого-то меньше, не знаю, совсем уж деревни, менее городами до 10 тысяч, и не сильно это влияет. И как тебе, исходя из того, сколько ты уже работал с этими онлайн-опросниками, как тебе видится, насколько в этом плане, да, реалистичные полученные акционы данные, презентованные? Добрый вечер всем, дякую великую Вадиму. Я правильно пошел с того, что я все же таки не социолог, и мне неприятно, что меня запросили посетить социологами, я по эдукации международник. Это, в принципе, такая профессия, мы являемся паразитами, мы паразитируем на всех видах инших наук. Вот, и сегодня немножко попросить, я хорошо. Да, и таму, я бы на початку драговать на твои уступные слова, как бы, про российских социологов, которые дайзены, отрывают. На самом речь, я, как бы, у некой ступени, все же таки, чужит в социологии человек, в сопольности, да, и я не бачу, как нехта негативно спрымау российских социологов, у количества негативно спрымау, ЦИОМ, ФОМ, Леваду, все же таки, лічыцца, что все же таки, гэта, людзі, которые больш-меньш за всюды отказывают за тое, што я не робець. Да, табак, я бы хотя бы у вас гэта обучаюць. Другой, это ему важный момент, што, накольки Россия проводзі доследваньи в Беларусі. Ну, в принципе, у России ёсць льбоў сарот политычного класу, гэта, я отмогу, ведаю по своей праце, основе, да, у России ёсць льбоў политычного класу да социология. Яныцца, правда, ей любець. Ины личы, што, это важный элемент, прынеця рэшэньо, замерець, памерець, сказаць, бак, у их, так сама, што бываюцца некі выбары, зразумела, што там, так сама, креативно подходят падліку галасоў, але ў принципі, што дно, не павіну, некім шынам, бавіш-меньш, креатив, трымаць ў некіх мерках. І адпаведна, яны праводзець даследване, і разумеець, што яны робець. І я не ззівлены, той, што гэта робець ў Беларусі. Яны, я думаю, робили двадцатый год, натуральна. І цепэрь працягуць гэта робець, таму, што, і референдум неў забавя, а пасля референдум будзе двадцатый год, пасля знов двадцать пятый. Тобэк па факту, я думаю, што мы павіны будзе с цакам сядомі, што гэта даследване будз ўвешча справоць ў Беларусі. І павіна, і не будз ўраз на некі час, може будз будз ўсплываць, да. Цепадобна гэта насаправна даследване, я думаю, што гэта падобна насаправна даследване. Кэншэя, я не хаця бы там, шо там, клясца там, і так далей, да, мы не бачы цалкам презентаций, мы не бачы, што там, як там, але лэшбы гэта, каторые там ёсць, аны падобна. Можж быць не цалкам, можна там, штось цепадкрутцить, і так далей, но аны падобна. Гэта, кэта та самая лэшбы, які ёсць ўншых социологу, празы розныя іншыя там, шо бы цей панэлі, телефоннікі, и так далей, табы пражыданні. Можна ў принцэпе знаўці там нешто такое падобнае. Я думаю, што, калі казаць, чаму, яны вырашай брайц тут тысічнікі, это можж быць по-розным взяно, это можж быць взяно просто с некім технічными макшымасццями, каторые ёсць, што вырашайли празызь гэта. Тым божж, калі гэта робіцца для свае аудиторі, для закрытой аудиторі, я могу цалкам сабе уявіць, што яны робіць шмат розных засээдуваниў, туб бэта можж быць і онлайнники, і телефонники, і фокус-группы, туб кяны замяяць с розными шляхами, і отпаведна, калі ты замяяеш это кожны, там, два-три тыдні, там, раз на місяць розными методами, ну, ты просто по-розному хочеш гэдзь на этой ліжбу, по-розному их оцениваш. Тому я не думаю, што нешто ёсць надзабычайнае, а вырэшылі просто зробіць так, а не інакш. У нішэ, рані, якбы, я дэкладна метода не робіць гэта простынішка. Тепэрі не робіць гэта по-розному. Туб бэта, безумовна, ёсць розныя варянцы, да, якім чына можна падаппоріць. Тому я думаю, што тут, я бы не шукаў, там, нікіх, там, асаблівых, ясказаць, нікіх тайных прічын, просто, якбы, была махчымасць варші зробіць такім шуму. В принципі, я адказаў на пытані пра метод, на колькі гэта каректна, не каректна, какбы, надправліна тем, што мы не бачылі, какбы, слайда з методы, кайта, ну, адпаведна, не павінна ваходзіць там, зажатак долгу гэту дэскуссію, но, виглядаю, що вето було, да, ну, на цьому, в принципі, я думаю, я споншу, і дякуєріки. Дякуєріки. Дякуєрі. І, мені, каже, якраз хорошо, ти зробив таку, вруюю, в тому числі, розсліганую з тем, як соціологія підходять в Росії, і, да, це, може, не вопрос, сугубо, внутрисоціологічний, но, тоже важний для понимання того, чому, в общем, доволі реалістично, що просто такий проводился. Ну, і, дякуєрі, дякуєрі, ми бачимо соціології, ми бачимо методології, а, навіть, якщо б в цьому сліві була какая-то страничка, то, завжди, ми не можемо гарантированно сказати, що це точно касається цього ісследовання, а не в язах кулка. Ну, да, говорять о методології, задавая цей вопрос, цей вопрос ми формулировали ще до того, як появилась ця інформація о будущем ісследований ЭКООМА, котрому приписали Іститут соціології белорусський, і, мені кажучи, це якраз яркий пример того, коли, не то, що не видя методології, навіть ще не видя відповідь на питання, але вже просто глядя на саму анкету, і от Геннадия Коршунова, і Филиппа Беканова, мені кажучи, ми бачили прекрасний розбір насчет того, почему вже по самій анкете понятно, що ісследование ЭКООМ десертологічно буде совершенно манипулятивно. Тобто, там, навіть не видя відповідь, вже було ясно. Але, як ми бачимо, с ісследованням ОфЦУМА такого ми сказати не можем, і все відбувається відбувається краще. Ну і, як говориться, лазботнуклеїст, я хотів би дати слово Оксане Шеліст, в відлиці від РГОРа, який прорезюдирує Оксана, як раз займається соціологією професіонально, тому, Оксана, якщо, якщо м'яне насчет вот цього ісследовання, того, наскільки ціфри реалістичні, наскільки в цілому проведене правильно, і з того, що у нас є інформація. Давайте я обозначу, наверное, кілька контекстів, які, як мені кажуть, дуже важні для восприятия цієї інформації як такової. Во-первых, це то, що, з моєї точки зрення, цей вброс, лив, як би там не називався, в білорусському обществі сильно переоценен. Меня, честно говоря, коли позвали на цю дискуссію, я слегка удивилась, тому що мені казалось, що, ну, ми як-то вже разобрались з цим всім, ну, і, забыли і пішли себе дальше. Але тим мене тема остається інтересна, полезна, важна для когось. І я думаю, що це, звісно, таке влияне России в нашій голові, тому що все, що відбувається в Росії з російської сторони, считається для білорусів дуже значимим. Хоча, має можливість в тому числі обсуждати дані, які ми можемо обсуждати гораздо більше разумно, і, ну, імея в тому числі представлений, отношений про то, как вони проводились, можна спросити у разработчиків, як вони їх проводили, і так далі, і так далі. Ми все ще продолжаємо обсуждати вопрос в ЦУОМ, который то ли був, то ли не був, то ли он чому-то соответствує, то ли чому-то не соответствує. це, Когда то, что мы с нашими инструментами и ресурсами делаем, оно все равно никогда не может претендовать на окончательную результативность, окончательную значимость. Поэтому мы в этой ловушке собственного незнания всегда наступаем на эти грады, то есть всегда вынуждены искать какие-то источники. И я думаю, что то, что такого рода средства используются, в том числе могут использоваться нашими российскими фрагами, недругими людьми, партнерами, как угодно называть, это тоже понятно. Но, честно говоря, что касается именно этого опроса, именно этих данных, данных в ЦОМа, я бы относилась к этому опросу как к опросу, а к сливу как к сливу. Мне, честно говоря, достаточно, ну не знаю, может быть, конечно, я что-то недопонимаю в конспирологии, а мы тут в этом месте все начинаем заниматься конспирологией, рассуждая про то, кто, куда это слил, зачем, с какими целями, поскольку реальных целей мы не знаем. Но, если вы заметили, то в этих данных достаточно много действительно не очень приятной информации, не только для белорусского режима, но и для российского руководства. И антирейтинг Путина, и, скажем так, отсутствие энтузиазма белорусов по поводу белорусско-российской интеграции, которые есть в этом опросе и подтверждаются этим опросом, они, в общем, ну так сомнительно, прямо скажем, чтобы имело смысл сливать эти данные для Кремля, для самого Кремля. Поэтому в том, как представлены сами данные, это вопрос, ну никаких особенных проблем найти невозможно. То есть они представлены хорошо, красиво, профессионально, там нет таких косяков, которые допускают ЭКО и прочие разные псевдосоциологи, которые действительно просто не могут профессионально изобразить такую картинку. Хотя, с другой стороны, мы все понимаем, что как бы для человека, который имеет определенный уровень профессионализма, изобразить это на самом деле тоже не тяжело. Я не думаю, что у России, как бы у ЦИОМа есть какие-то проблемы с доступом к полю, ну то есть к тому, чтобы иметь возможность изучать общественное мнение в Беларуси. Поэтому я бы относилась к этому опросу как к опросу, а к сливу как к сливу. То есть его кто-то слил, а как и с какими целями, в общем, нам неизвестно, и я бы особенно не гадала. А вот что из интересного мы из этого можем извлечь, если мы не только относимся к этому как к информационным войнам или большим играм больших людей, то это две вещи, и это две очень разные вещи. Первое, это то, что говорит о собственном состоянии белорусского общества, и да, действительно, в этом месте нам очень важно, что эти данные очень сильно коррелируют, если там не совпадают вообще там буквально по деталям, с теми данными, которые мы имеем из других источников, из других источников, к которым мы имеем больше доверия, больше доверия, чем к российскому в ЦИОМу. Второе, как бы то, что я думаю, никто особенно как-то не замечал, не подчеркивал, но мне кажется, что это тоже интересная тема для размышления, это то, что, собственно, интересует российских социологов. Потому что, если вы внимательно посмотрите, как бы, на те данные, которые, по крайней мере, попали к нам, там есть, как бы, всякие разные интересные моменты. Понятно, что их интересует мониторационное настроение, понятно, что их интересует уровень доверия к белорусской власти и к государственным институтам, которые не то чтобы ниже Плинтуса, но достаточно низок на сегодняшний день. Одна из таких забавных деталей, я бы сказала, это то, что по политическому лидерству, кроме доверия к Лукашенко и оппозиционным политикам, их интересует доверие к людям из номенклатуры. И если вы заметили, то первой волны мы не видели, но во второй волне их стало больше. То есть, если там в первой волне, судя по всему, были вопросы про Румыса и Головченко, то потом начали изучаться, в том числе, рейтинги Макея и Качановой. То есть, вот этот, ну, как-то поиск людей, на которых можно было бы здесь поставить, он как бы есть. Но очевидно, что общественное мнение Беларуси не позволяет на них поставить, поскольку там эти рейтинги все как были высоки, как бы так и остались. Вот на эти бы вещи я обращала внимание, если мы всерьез относимся к этому всему, к этому опросу, и хотим из него что-то понять про самих себя, а не только про там ту большую игру, которая ведется с помощью него. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо, Оксана. Действительно, мне кажется, это интересная мысль, как просить внимание, насколько, да, расширяется, получается, этот круг номенклатуры, которые, значит, в России присматриваются, значит, пытаются проверить, что вот к этим нет доверия, ну, может, к этим есть, и к этим нету. Это любопытно. Вот, да, что касается, да, насчет переоценки происходящего в России, да, иногда причина в этом. Хотя во многом, мне кажется, если бы там логистически можно было провести эту дискуссию там 10 дней назад и не было еще потока дел, возможно, можно бы провели ее чуть раньше, но когда-то еще реальность расписания, это тоже есть. Наверное, мне кажется, еще мы более чем ясно разобрались с тем, что данные вполне похожи на реальные, вполне цифры в ЦИОМа бьются с цифрами других опросов. И во многом мы уже начали обсуждать второй вопрос насчет того, почему данные сейчас появились. И поскольку Оксана, в общем, прямо сказала, что не хочет гадать, почему этот выброс сделали сейчас, а Андрей Петрович, мне кажется, в общем, посмотрите, как раз и начал с этого ответа, почему они сейчас появились. Поэтому я тогда, наверное, этот второй вопрос сразу хотел бы задать Геннадию и Ругору, почему все-таки данные могли появиться сейчас. Помимо версии, которую Андрей Петрович предложил, какая еще может быть логика? Почему эти данные появляются сейчас? Тем более, что, в общем, мы видим, если опять же верить в ЦИОМа, получается, были эти волны и раньше. И, в общем, мотивация Путина, просто сказать, Лукашенко, смотри, доверяй мне, делай, как я скажу. Ну, в общем, вроде бы эта мотивация, она актуальна и полгода назад, и будет актуальна через полгода. В общем, может быть, смысл именно сейчас вот такого вот броса Геннадия? Ну, тут да, здесь можно это рассуждать только чисто спекулятивно, потому что тяжело предположить более конкретно. Но единственный вариант, который приходит в голову, это попытка надавить. Более конкретно что-то говорить на самом деле крайне сложно. Мы видим верхушку айсберга в отношении вот этих двух политиков. Фактически там созванивались, не созванивались, очень часто созванивались, очень-очень часто созванивались. Наоборот, наступило охлаждение в отношении. Все. Что они обсуждают, как они обсуждают это все на грани сливов, опять же. Поэтому единственное, что можно говорить, вот как мне представляется, это была попытка давления. В том числе получается на уровне выкладывания информации не самой лицеприятной, не самой полезной самой России. Может быть, это вариант не то чтобы девальвации, но такого легкого охлаждения самой тематики союзного государства. Когда очевидно, что белорусам это неинтересно, когда происходит охлаждение плюс-минус по отношению к самой России, к Путину и так далее. Но, опять же, это вот все на грани спекуляций, можно этим продолжать заниматься, но сложно. Я бы зафиксировал только просто момент воздействия информационно-психологического на оппонента со стороны России. Да, Геннадий, спасибо. Ну, Рогор, ну что, покольки ранее пройдетовал на социологии, а теперь ка можешь надуваться за политологию и политический анализ. Чому это даденое укинутое именно ветое теперь? Ведома мы не ведаем, у нас нема транскриптову розмову Путина и Лукашенко, с ним, конечно, было панализовать знашно зикарей, но с того, что мы имеем и с того, что прогнозуем. И почему этот укинт здарался? Ну, и зрешто, я типа уплываю на что-то. Спасибо, Вадим. Я думаю, что... Ну, есть два основных варианта, что это неким этнакерованный укинт и что это просто хаос. И я думаю, что я ближе к варианту хаоса, сходящее с того, что это не целкая презентация, какая-то презентация, какая моя розная, сами пособедательная, как прихильная до России, так и не прихильная до России, что это некие особенные слайды, что это сайт Ходорковского. Плюс то, что, видать, теперь пересылается помережь людьми, в связи с коронавирусом и обнижеванием, которые есть, так сказать, по сустречах в темнику России. То пошты пересылает свемьи шмат розных слайдов один одному, и я думаю, что шмат розных слайдов мог у своем же ци бачить. И для меня абсолютно не дива, что это злил от гуси. Просто комусь это трапило, кто захотел это публиковать, аль да ведал, что это может быть цикава аудитория. Аудитория. Тому я, помеж вариантами, что это значит, это наркологический кированный и хаос, я хочу бы выбрать хаос, ну, аль я знал же, я не думаю, что тут варто как бы робить одну ставку и заставаться верным, чтобы остаться там долгий некий час. Это просто отбыло все. Еще раз, выж важно, а в этом я тут не хочу. Слушай, ну да, дорейше, дорейше цикава, бо мы сейчас обмерковывали, что как только быцем это все отбывается, чисто к России и кирована, а зашто так, может, короткая презентация на сайте Ходорковского, может, это далеко не то, что с Кремля и кирована все. Слушай, это может быть кратковое питание, когда мы уже обмерковываем эту ситуацию не в день, этого укида, а когда пришел час, а как ты лечишь, а ты типа уплывал, типа уплывал, каким шином это укид на то, что после этого отбывалось в белорусско-российских дочинениях. Потому что, когда мы скажем там про тиск на, как сказал Оксан, Оксан Тигеннадь, про этот момент такого психологичного тиска на партнера, то ты отрымался из этого что? Если в уголе, когда мы взяли на поводины Путина и Лукашенко, те могут на нечто от этого уплываться, и каледактово, и каким шином. Я думаю, все же таки, что Александр Лукашенко это тот человек, который славится своим пренебрежительным, греблевым ставленным для социологии. Я себе слабо могу увидеть, как бы это могло уплывать не каким шином на его психологию, не каким шином могу его раззадорить и так далее. Я думаю, что для его и для працанков белорусской керовной системы не секрет, что Россия проводит социологичное наследование в Беларуси. И я думаю, что это не секрет, что для его, что россияне ведут саправданного выбора в 2020 году, а не то, який он сам сэма намалевал. Он живет уже некий час. И, отповедно, когда нечто заявляется в публичной просторе, я не думаю, что это для его великая проблема. Он может прийти, сказать, что, видать, Меркель больше популярный, чем вы являетесь, какая информация поступила. Я не не вижу, что какой-то взрыв, который мог бы нечто отбыться, что вот такие дадзины заявились. Но в принципе, это не те дадзины, которые являются нечем аж неизвеченным отношением до Беларуси. Иные постсовности повторяют больше меньше того, что и так и нам. Добрый, декой. Ну что, может быть, по этому вопросу все-таки у Андрея или у Оксаны есть что-то, что хотелось бы добавить, потому что хотя вроде бы Андрей все сказал, Оксана сказала, что не хочешь спекулировать, но может после того, что сейчас прозвучало, есть какие-то мысли, да, вижу, Андрей включил камеру, Оксана марш с рукой, да, давайте, Оксана. Ну, не могу поспекулировать на самом деле, правда, мне интересно, ну вот как мы сами вообще про это все мысли, мы сами про все это думаем, то есть мы не можем поверить, что в России кто-то реально слил эти данные, слил не в смысле слил Кремль или там по загаду Кремля, а действительно нашлись люди вот как делают сливы киберпартизаны. Это, конечно, забавно, то, что мы вот совсем думаем, что в России ничего жилого не осталось. Но если рассуждать об этом ко-како все-таки действия Кремля, хотя я повторюсь, мне кажется, что оно не очень рациональное в данном случае, то я бы рассматривала это все в логике того, я бы не назвала это даже давлением, я бы назвала это троллингом некоторым, то есть публичным троллингом, который Путин периодически применяет по отношению к Лукашенко. И мы как бы видим много фактов этого троллинга, и они там более масштабные, менее масштабные, более подготовленные, менее подготовленные, то вот тут мы данные какие-нибудь подкинем, то там интервью с Тихановской устроим, то на диалог с оппозицией намекнем. Очевидно, что это такие проявления с одной стороны некоторых таких вбросов для реакции, которые требуют реакции, ну и возможно каких-то там внутренних договоренностей между этими двумя людьми, которые скорее всего начались еще в августе по поводу того, как дальше должны развиваться события в Беларуси, поскольку очевидно, что то, как они развиваются в Беларуси сейчас, как бы не устраивает даже Путина. И понятно, что там это какое-то подталкивание к наведению порядка либо транзиту власти, либо еще чему-то, оно как бы идет постоянно, и время от времени для этого предпринимаются в том числе какие-то такие публичные ходы, которые должны на что-то намекать или что-то раздражать. Вот, собственно, в такой логике, если мы рассматриваем это действие в такой логике, хотя я еще раз повторюсь, что мне как бы не очень кажется это правдоподобным, но тем не менее, в такой логике это действие имело бы такой же смысл, как и все действия такого рода за последний год, которые есть. Спасибо. Андрей? Ну, три таких ремарки можно сделать. Вот такой этот аспект не прозвучал. Говорилось, и все с этим согласны, что данные в основном совпадают с теми, которые были произведены вот примерно в это же время различными социологическими службами из разных стран и так далее. А вот вы видите, получается, что ЦИУМ, если мы его данные признаем, повысил доверие к негосударственным социологическим службам. Вот такой вывод тоже можно сделать. Вот. Ну, у меня тут и личное даже какое-то есть, какой-то момент был такой эпизод в истории измерений, когда в 19-м году в течение месяца произошло падение ориентации на Россию в рамках вопроса, в каком союзе вы хотели бы жить, Европейской или Российской Федерации, и последовал ответ, так сказать, или там ремарка со стороны соответствующих рефлексирующих идеологов, которые сказали, что вот Вардамадский продался значит в Варшаве, вот, ну вот мы видим, что ЦИОМ оказывается тоже значит как-то так сменил свою геополитическую ориентацию, да, дипломатическим языком говоря. Что касается того, делалось ли это исследование, я думаю, делалось, на самом деле история изучений российскими социологическими службами общественного мнения в Беларуси большая, длинная и очень плотная, вот, это делается регулярно различными службами, так сказать, по различным заказам, исследования как количественные так и качественные и здесь в этом смысле есть две страны, которые наиболее плотно делают исследования социологические в Республике Беларусь, это Россия и Соединенные Штаты, да, то есть история такая есть и это просто один из как бы один из эпизодов, одна из точек измерения белорусского общественного мнения российскими службами, которые делают регулярно, я подчеркиваю, и количественные и качественные. Ну и два слова о том, что такое вообще ВЦИОМ. Это очень профессиональная служба с сильными продвинутыми полевыми людьми. мировоззренческий аспект мы не обсуждаем, но что касается технической, технологической части, материальных возможностей, так сказать, скиллс, все там нормально. Мировоззренческую часть мы не обсуждаем. Вот, кстати говоря, если говорить о технических возможностях ВЦИОМа, вот как вы думаете, с какой частотой делает ВЦИОМ общероссийские опросы общенациональные? Я уже на этот вопрос отвечать не буду, а то я знаю исполня. Да, так вот, чтобы не затягивать паузу, отвечу ежедневно. Ежедневный общенациональный опрос, ну или, скажем так, были такие периоды, когда он делался, да, с объемом выборки 1600 респондентов, это большая выборка, чем в Беларуси, ну по той простой понятной причине, что это несравнимо гораздо более гетерогенное население в России, чем в Беларуси, ну вот с 1600 респондентами в ЦИОМ технически и профессионально в состоянии это делать, да, и жители России, да и мира могут знать, так сказать, об отношении, там, не знаю, к цвету носков той или иной политической фигуры. Вот такие возможности, так сказать, имеет в ЦИОМ. ФОМ сильный и и Левада. То есть российская социология она сильна. Кстати говоря, именно через Россию пришли западные технологии в свое время, в начале 90-х, да, по выборке, анкеты, которые просто шоковые были, когда увиделись анкеты западные, которые через Россию пришли, по сравнению с теми, с которыми работали в свое время в институте социологии и так далее. Ну, вот такие характеристики. Спасибо. Да, спасибо. Андрей Петрович, сразу видно, настоящий рок-н-ролльщик и бункарь. Вначале первого вопроса ответил на второй, а в конце второго вопроса хорошо ответил на первый, это я понимаю. Ну, теперь мы все-таки переходим к третьему вопросу. Здесь такие вопросы уже не пройдут, потому что остался только один из тех, которые у нас были в анонсе, а дальше, напомню, у нас будет возможность вопросов и комментариях от наших участников. И мы уже сейчас во время обсуждения обращали внимание, что, очевидно, это не все данные, которые были вопросом в целом получены, и показана какая-то только часть информации, в общем, либо ту, которую заходили показать, либо наоборот, просто та, которая рандомным образом утекла в сеть. Но, как бы там ни было, и в том, и в другом случае, мы получаем ситуацию, что этот опрос в ЦИОМа, если смотреть только на него, в нем как бы не хватает всех данных для какого-то полного понимания ситуации. И раз уж мы, в общем, более-менее консенсусно сошлись, что эти данные в ЦИОМа, они вполне коррелируют с данными других опросов, и что там, Хаоса, и Зойса, и других нам доступных данных. Давай тогда, может быть, посмотрим, что вот глядя на данные в ЦИОМа, какие другие вопросы и ответы было бы интересно к ним добавить для какого-то более комплексного понимания белорусской картины. То есть, что мы знаем о настроениях белорусов по этим вопросам или около них, но и с других исследований. Давай, наверное, Ракур, с тебя начнем, потому что ты, наверное, из всех нас, если мы все Четом Хаоса данные читали, но ты точно их больше всех держишь в голове. Когда ты читал эти данные по ВЦИОМу, как тебе кажется, что еще интересное из данных Четом Хаоса было бы неплохо добавить для понимания? Шаракович, я не бачу тут особливо некой особливой нагоды проговор в этой дадзины, будешь подробля значим то, что есть. Я бы сказал то, что они в принципе супадают. И калі мы поглядзим на их, поглядзим на інши дадзины, то тут я не бачу особливой дискрепанси, некая особливая нагода, как неким чинам их разбивать пара нового и так далее. То, что мы бачим в российских дадзинах, это в принципе то, что думают беларусы в этих городах больше 100 тысяч жахров, это в принципе не такая великая колька из городов, которые есть в Беларуси. И в принципе я могу таки прорекламовать, сказать, что раз в месяц у нас будет новая хваль, и мы будем рады поделиться июлями. 8 сказали, запытываются, и проставлення беларуса до России, и проставлення до Владимира Путина, и до неких конкретных людей в России, их все гэта рэчи яны за сёду обовязково проговор вауць июля России, июля культура папачок, где все это собирается, июля департаменты, в которых папачки складываются, приносятся, и там люди читают, глядят. Это в принципе июля культура, июля любят. Она надает такое почутение неправильной политичности во мох авторитарных режимов, каля ты сидишь выручаешь некие социологичные датины. Тому я думаю, что то, что требует июля оно есть. Когда ты сказал, что в России есть культура папачок, в первую секунду я подумал, что ты уже начал обсуждать социологию. Хорошо, Геннадий, а есть ли что-то здесь добавить? Какие-то данные? Потому что россияне спросили то, что им интересно, и нет. А что-то из того, что интересно нам. Может быть зная другие данные, они нам позволят более широко взглянуть на результаты ФЦИОМа. Например, по другим общественным институтам. Или по другим международным лидерам. Россия спросила про Россию, про Германию, про Украину. Может у нас еще какие-то интересные данные с этим связаны. То есть ты имеешь в виду, я просто до конца все равно не понимаю вопроса, ты имеешь в виду, что еще надо было спросить из того, что мы не знаем? Нет, я имею в виду наоборот, что еще из того, что мы знаем, было бы интересно держать в голове, глядя на российские данные. То есть грубо говоря, мы смотрим, что белорусы доверяют Путину как Зеленскому, а Меркель больше. А может быть еще интересно подумать, что белорусы очень сильно доверяют Анджелу Дудин. Или наоборот, может быть они еще очень сильно не доверяют Путину. Мы видим, что белорусы может быть лучше относились к Путину полтора года назад. Какие-то такие данные, контекст которых позволяет лучше понять в целом. Смотри, я бы сказал, что не очень интересно на самом деле. Для меня единственное, было два фактора, чем мне было интересно это исследование. Первое, это то, что я использовал термин для себя как укол со стороны России. Мне больше понравился сейчас вариант троллинга, который обозначила Оксана. И второй момент, что данные по большей части вопросов совпадают у трех исследований. То есть произошло взаимное подтверждение. Вот это было важно. А скажем, добавить чего-то того, чего нет, по тем исследованиям, которые есть в Беларуси и так. Ну, может у меня рубрификация осознания профессионального, профессиональная рубрификация. Но того, что есть, мне в принципе хватает. То, чего мне не хватает, целый ряд таких тем, но это отдельные большие исследования надо проводить. вот. Но то, чего добавим, то, что есть в этом исследовании в ЦИОМа, для меня в принципе более чем. Потому что важен был скорее сам факт и совпадение по ключевым позициям, нежели конкретные какие-то цифры, конкретные перемены. Окей, слушай, ну в общем, я понял, раз уж из моего вопроса никто ничего не хочет увидеть, давай тогда переформулируем. А каких данных в теории не хватает? Какие было бы еще интересные какие-то большие исследования где-то на близкие системы? Ну, мне было бы очень интересно посмотреть, как изменилось информационное потребление по всему обществу. Потому что, к сожалению, сейчас очень сложно зацепить ту часть цифрованных, которая не подключена к интернету. Мне было бы очень интересно замерить уровень страха, который искажающе влияет на ответы в современном белорусском обществе. Не было бы очень... На самом деле с десяток можно набразать очень просто. Мне было бы интересно продолжить исследование, вот посмотреть на продолжение исследования по телеграм-чатам, по дворовым сообществам. Ну, огромное количество тем, которые очень сложно провести в современных условиях либо несложно, но долго. Тем огромное количество. Да, спасибо. Ну, раз, что мы вспомнили телеграм-чат, я помню как раз, Оксана, помнишь, как раз у вас как раз и было же исследование, связанное с телеграм-чатами. Можно сказать, в этом контексте, глядя, смотрим данные ВЦИОМа, и понятно, что в ВЦИОМа телеграм-чат это разные темы, в целом, какие тогда у вас возникают желания после всего этого сейчас, какие еще, кажется, хочется нам нужны данные? Ну, или, может быть, все-таки какие-то интересно вспомнить в контексте ВЦИОМа? Ну, вот я бы уже забыла на самом деле про ВЦИОМ, потому что мне кажется, что, ну, там нам какие-то там цифры и представления, на которые мы действительно, если мы в это верим, можем ориентироваться как на профессионально полученные, и, в общем, дальше бы особо про это не заморачивалось. Мне кажется, что вот то, что сейчас важно, ну, в том числе, там, скорее, может быть, там, напомнить или там, анализировать, как уже некоторую нашу сложившуюся историю, это то, что показывают не только данные ВЦИОМа, но и данные других исследований, которые мы видим, сравниваем и наблюдаем просто как бы за общей ситуацией в Беларуси. Мне кажется, что это очень важно, как бы сейчас понимать, что за этот год, ну, вот мы находимся в ситуации, в которой общественное настроение, они, в принципе, несмотря на то, что мы видим, ну, как-то разную динамику политической ситуации и разную динамику того, про что все любят рассуждать, как про массовый протест, протест на улицах, то, что само собственное отношение, само распределение сил, само распределение взглядов, ценностей в беларусском обществе не изменилось. И мне кажется, что это одна из тех тем, которые на вторичных данных сейчас очень, ну, как бы очень важно понимать и показывать. И в ЦИОМ в этом смысле как бы тоже нам в помощь, потому что и в ЦИОМовские данные, и данные последних исследований показывают, что негативные оценки действия властей сохраняются, что вот это распределение или как кому-то хочется называть это раскол, хотя это ни разу не раскол, а просто разность представлений в беларусском обществе сохраняется, в том, что мы имеем по-прежнему такую, ну, шаткую ситуацию, в которой силы распределены примерно поровну, да, то есть когда мы имеем там порядка 30% активных участников изменений в Беларуси, активных участников я подчеркну, порядка 25-30% тех, кто как бы скорее как бы за сохранение существующего порядка дел, и там еще некоторую прослойку, которая, с одной стороны, не готова к активной позиции и к активным изменениям, но тем не менее в том числе как бы не поддерживает то, что было в 2020 году, высказывается против насилия, требует восстановления справедливости, расследования вот этого всего, безобразия, которое в 2021 году было и так далее, и так далее. И то, что спустя год, больше года, после как бы активной фазы вот этого вот протестного движения эти настроения сохраняются, это много говорит о белорусском обществе. Мы также как бы можем фиксировать по данным разных опросов отсутствие изменений в геополитических ориентациях, отсутствие изменений в каких-то установках, которые вообще-то под влиянием времени обычно меняются. И это, мне кажется, очень важно, очень важным в том смысле, что это помогает нам понимать ту ситуацию, в которой мы сегодня все оказались. Вот эту ситуацию, но как бы некоторого Цунг Цванга, когда власть, белорусский режим, белорусское общество находится в состоянии такого затяжного противостояния, когда каждый из нас стоит на своем, каждый из нас действует своими методами, общество своими методами, ненасильственного сопротивления, власть, к сожалению, как бы с помощью насилия, но тем не менее, пока, ну как этот баланс, он, ну как бы ни в одну сторону не склоняется. И мы как бы по-прежнему в этой ситуации Цунг Цванга находимся. Мне кажется, это очень важная фиксация, и очень хорошо, что и на сегодняшний день у нас есть возможности более-менее репрезентативных исследований. Мы понимаем как бы рамки этой репрезентации, но тем не менее, которые особенно, когда они проводятся в такой динамической логике, то есть, когда у нас есть динамика, мы можем как бы больше им доверять, чем раньше. Ну а что касается собственно конкретных задач на исследование, то мне кажется, что сегодня важно не только изучение общественного мнения как бы как такового, то есть, как бы распределение температуры по больнице или как бы мнений по стране, но и особое внимание как раз к вот этим активным группам либо к тем силам, которые, ну не знаю, там готовы, настроены, устроены на перемены. Потому что вот даже в целом понимают, что жители больших городов это гораздо более интересная аудитория, чем население по стране в целом, не потому, что они хуже или лучше других, а просто потому, что они более активные и как бы, ну за их энергетикой гораздо более стоит, больше чего стоит. То есть, они более субъектны, чем как бы все остальные. Поэтому я думаю, что вот один из важных как бы векторов исследований, социальных исследований, в том числе сегодня, это то, что направлено на социальные группы, то, что направлено там на сообщества, которые организовываются и организовывались и продолжают действовать как бы до сегодняшнего дня. То есть на те вот, ну не знаю, там участки активного, активного движения, которые как бы сегодня есть. С инструментарием, конечно, здесь все сложно, но что у нас просто сегодня? Спасибо. Это да. Спасибо, Оксана. Легкого точно никто не обещал. Андрей, хочешь еще что-то в этом вопросе добавить? Или тогда будем переходить к дискуссии? Ну, пару ремарок, с позволения. Главный социальный факт данного исследования, просто хочу еще раз подчеркнуть, это не цифры, а сам факт опубличивания. Второй момент. Мы видим как бы совсем другую культуру использования истеблишментом социологических данных, другая частотность этих исследований. И это, кстати говоря, надо понимать, что это в значительной степени идет от лидера Путин, ГДР, молодость, когда вот, так сказать, сформировалось это сознание и потребность в том, чтобы вообще присутствовали эти социологические данные. И, кстати говоря, мы сейчас видим, как это каким-то образом переходит в белорусскую культуру истеблишмента, когда перед каждым ивентом, так сказать, проводятся большие исследования. Мы не обсуждаем, какие они, но вот социология задействуется. Относительно того, что еще бы хотелось. Конечно же, динамики. Хотелось бы динамики. Знать, уточняю, интересно было бы, знают ли в России динамику, динамику рейтингов и действующего лидера, и, значит, новых оппонирующих лидеров, знают ли геополитическую, динамику геополитических ориентаций и так далее. Насчет того, что нужно было бы добавить, насчет того, что нужно было бы добавить, ну, просто нет такого пункта, который бы не хотелось бы, чтобы он был бы шире рассмотрен. Что касается информации для меня лично, вот самым потрясающим фактом из тех цифр для меня была большая ориентация на решительные экономические реформы. Вот заметьте, какая формулировка была. экономические, не просто экономические реформы, а решительные, да, и там 70%. То есть, это вообще говорит о смене такой, понимаете, идентичности белорусов, про которую мы все время говорили по мерковности и так далее. И никогда слово решительность не являлось, так сказать, приемлемым, доминирующим и так далее в общественном мнении белорусов. А здесь, вот видите, решительные экономические реформы 70%. Спасибо. Спасибо. Хорошо, когда белорусы еще, даже после 2020 года, мы еще умеем сами себя удивлять, мы еще не весь этот объем удивления выбрали, это тоже хорошо. Антон, я так понимаю, у нас в чате там есть вопросы, да? Спадар Юры, Драгахус, хотел бы задать питание, спадар Юры, калі ласку, подклішайтесь. Так, зараз, привет, у меня питание, на конд, з месту одного, отказано, пару питань, всеом, але в больш широким контексті, вот, у, звусно, белорусскі, соціоліга, уже даволі, довгий час, гучыць, але глядіць, в этом питанні, в ЦІОМ, больш люди звертають увагу, як там ставяться, да Бабарыки, я, да Лукашэнкі, але глядіць, самая важная питання, з чим, с останавчим, с плюсом, ацэнкуваться, это абяцання паліта в Белавіюк, і перамовы Лукашэнкі з Путіным, і цена на газ 127 на наступний год. Все, це головне, все остатне. Дзе ж, вот, як бы, пагаршэння адносяне. Ну, і я все-таки задам больш широкая такое питання, от мы памятаем, дадзі, на чатам хаос, калі там, фактична, на працягу всього году, от з Кастрічніка до гэта, адносная большість на питання, з кім вы хочете буць з Росією, ці з Европы, 42-сек, абсолютно адносная большість, і з тым, і з тым, два магніки, мы і там, і там. І я ще, вижу цікаве, я хацюв би, може, все прокументавалі, наші спікеры, цікавая реч, от, а питаннях, чатам хаос, людзі пытаюць, як вы ставите, ці змінілася, ваше ставлення, допусті, 30-соткава адхазані, так, змінилася, пагоршыся. Потім задаюць пытання, а як вы дэяго ставіць? І там, больш за палогу, становча, і ано стабільнае, з кастрічніка. То есть, з одного боку, люди кажуть, пагоршыць, а з другого боку, так, а як вы ставитеся? Становча ставіць. Так, пагоршайця, ці поліпшайця. З улікам, ні дадзінах ціом, ні дадзінах, чатам хаосу, то лінаска. Дякую, Юрій. Ну, што, Ровор, адкажеш, чому такі, такі, така рознісу дадзіна? За Росію, адкажете, Рігор? Ну, сказати за Росію, за саме сенсат. Підайця, што сподарення, Аксана піршою зняла руку, і я могу пасляю, і я пану. А, Калавська, дайзі. Як заусіодай, я на телефоні бачу, тільки картинки, чотирок спікерів, одночасово, там ада, тому часам, я про дані Читом Хаус не прокомментирую, а про те вопросы, які ви спрашиваєте про ЦОМ, ну, там такі вопросы стояли, і це просто дуже добре, ну, для мене це одне з підтвердження, що анкету формували російські соціологи, тому що там, ну, якби є випроси, є формування, які білорусь біля не сформувував, і все таке. А проблемівалентність, якби, отношення білорусів, ну, в такому масовому общественному мненні, якби, к России, оно, какби, ну, уже ж давно, якби, обсуждённая тема. Ми все, как-то, так это, хотим ми це, не хотим, але надо понять, що в общественному мненні, Білорусі, якби, Росія – це такий сосед, ну, вот, такий сосед. І даже дані того жовці ОМА, вот, как по мені, вони достатньо, ну, как-то критичні уже, ну, в тому смыслі, що це, якби, дуже негативний динамик для России, тому що, якби, якби, якщо ви заметили, то даже за сотрудничество, розширення сотрудничества в гуманітарній сфере с РФ, там, що-то порядка 56%. То есть это, конечно, можна назвати большинством, але це тільки 56% якби в дуже невинному вопросі. Да, по вопросам там союзного государства, рейтинга Путина і так далі, і так далі, все гаразд хуже. І треба сказати, що, ну, це таке, це відносить, якби є, воно остається, якби, воно дуже сильно не меніється. Ми фіксували це і в, навіть протестних опросах, то есть, коли ми робили проект «Голосулиці» на маршах в августі месяце, у нас, какби, була куча людей, які говорили, що вони отлично, ну, в смысле, нормально относяться к России, Россия – це нормальний сосед, какби ми з ним дозволили нормально строити отношения, а вот политика Путина вызывает, какби, вопросы і вызывает, там, противоречи. В цьому смыслі, ну, вот, підтримка режиму, який став нелегитимним і нежелатимним для самих белорусів, она влияє на отношение к Кремлю, не влияє на отношение к России. І це вообще, мені кажеться, така отлична, взрослая позиція, в тому числе, якби, белорусська. Аксана, можна одно, ви сказали, що люди вам відмовляли, що вони добре ставяться до России. Ну, добре вони ставяться, махчима, і до Польщі, і до Австралиї, і до Занзибара, і до когось вгодно. Тому що ви фіксували, це вже більшими, скажімо так, такі, якщо не вибачу, це місяць, роки, фіксували, ну, отуто, динамику в направлении отсуття четкого геополитического выбора, в смысле, ми в ЕС, или ми в союз с Россией. І вот це стремлення нарастання желання в строительство какого-то самостоятельного государства, которое не там, не там. Можна много обсуждать, насколько це реалізуємо в современных условіях і в современних реалиях. Можна ли вообще в этом мире остаться между двух цих, чем дали, тем более фронтів, между двух больших геополитических образований. Но то, что у людей как бы есть такие устремления, это длинная тенденция. Это не явление как бы 2020 года или еще чего-нибудь. Это то, что сложилось веками. Вот это вот стремление к этому адвечному шляху Абзираловича, оно каким-то образом вот реинкарнизировалось в 2000-х годах и чем дальше, как бы, тем больше развивалось. Ну, как бы, нам надо с этим считаться. Вот оно такое. Ну что, Рокура, ответишь за Россию? Не могу рассказать про Россию. Я думаю, что, в принципе, абсолютно логично, я бы про гэта долгіча сказали, что по вершине до России отбудзется в першую чергу, ну, перважно до Владимира Путина, отбудзется в першую чергу серед людей, которые потремились протесты. И по факту гэта за пошлию год отбылось. Гэта про гэта говорили и гэта отбылось. Калі казаць, чому вось, у наших дасейн, наприклад, ест 30%, которые говорят, что все ставлення пагаршается, але, калі задаешь питание, як все ж таки вы ставитесь, то иные отказывают все одно, застаяць великую судей, кто ставится позитивно. И што тут важно, што гэта пагаршыня отбывается у межах агульного ставлення до Владимира Путина. Наприклад, будзе простей зрозуметься, калі людзі кажут, ці пагоршылся ваше ставлення, они кажут, так, пагоршылся, як агулам вы ставите, мы ставимся дрэнна, але иране мы ставимся до Владимира Путина дрэнна. Альбой есть люди, которые, наприклад, у их ставлення до Владимира Путина пагоршылся за пошли год, а они все одно ставятся до его позитивного. то бы, кене кажуть, нормальный мужик просто пересидел, як мясцовый. Да, то бы, кене как-то вось такое у них ставлення. То бы, вось гэту ситуацию мы весь час фиксуем уже некальки хвалю. Лишь казать пра нейтралитет, то я тут могу прарекламовать, што соння у пресс-клубе Центр Новых Идей презентовал новое доследование про нейтралитет Беларуси. Я вельми раю застил сайт Центр Новых Идей и загрузить, почитать сорок сторон. Крутым липом мы посылаемся на социологичные звездки, которые так само показывают, что в принципе беларусам близка идея как быть нечем посередине. Я не думаю, что оно является выником интеллектуальной прадцы великой. Я тут покажу с подарами Оксаны, что это выник отсутности прадцы, что это как-то покольки не было размовы, то простит вариант, который посередине, что вы за кого, а мы за всех и шмат я думаю, это тот момент, который нужно проговорить. Правда, подобно, беларусы все равно это таков сам. Но это более большая прац но мы видим, что эта тема не стояла в острове беларусским рамасе, но беларусы близки с Химой. Дякую гору, могу только дать, что так само можно почитать короткую версию с Павелом Муцкевичем заследования не только на сайте Центра Новых Эдей, а так само у Банку Эдей, яким распроцовываем. Я там почитал короткую версию, мы можем написать рецензию и будет час. Кстати, да, слушая вопрос Юрия и рассуждения коллег, возникло ощущение метафора личной жизни, что можно к кому-то относиться как к человеку действительно хорошо или плохо, но может плохо, а потом что-то сделает, ты к нему еще хуже относишься, но тоже плохо. Или наоборот, что-то сделал, ты к нему хуже относишься, после этого ну да, хуже, а в целом все еще хорошо, хотя при этом хуже, чем было, противоречия нет. А отношения вечный популярный среди белорусов ответ, что мы хотим быть одновременно в союзе с Россией и с Евросоюзом, сейчас подумал о такой любовный треугольник, где, например, все гендерные роли условны, но, например, когда в любовном треугольнике мужчина говорит, что нет, я хотел бы, чтобы там в идеале мне Машу нравится, Олю нравится, ну хочу с ними обоим вместе жить, значит, обоим, чтобы у нас было все вместе, все друг друга любили. И, конечно, это может быть столь же нереалистично, как и идея быть в одном союзе с ЕС и с Россией, но человек же хочет, близкими отвечают, что он вот так хочет, было бы неплохо, да, конечно, вряд ли получится, но почему бы нет, может, хорошо. Ну, шутки в сторону, давайте вернемся к... Андрей Петрович, мне кажется, хочет добавить что-то, да, Андрей Петрович? Я Юрию хотел ответить. Пожалуй, по поводу изменения отношения к Путину. Мое отношение к шашлыку ухудшилось, потому что в детстве я ел прекрасный шашлык в Средней Азии, но я его продолжаю любить как продукт. Это нормальная психологическая схема, которая работает везде. и какого-то, так сказать, неправильности тут, ну, сказать не надо. Второй момент. Вот вообще вот эта контрактивность по большому-большому-большому количеству примеров является сущностной характеристикой вот сразу пост-тоталитарного сознания. Например, ну, ты, Юрий, прекрасно знаешь эти вещи. Вы за рыночную экономику? Спрашивается в анкете. О, да, конечно, ну, конечно. В следующем вопросе спрашивается должно ли государство субсидировать сельское хозяйство? И человек совершенно искренне отвечает да. И так далее, и так далее. Вот такая вот противоречивость это сущностная так сказать характеристика. Тут какого-то исключения нет. Именно общественного мнения на данном этапе его эволюции. По поводу особого отношения к России да, конечно. И здесь работает схема свои-чужие. Если спрашивать в ценностном смысле отношения к ценностям России или к ценностям Запада, никто не формулирует вот из респондентов подробно, что такое российские ценности или там славянские ценности и так далее. Но когда спрашиваешь об отношении к России, то Россия находится в схеме свои и чужие в позиции своей. Вот в этом, так сказать, специфика отношения. Спасибо. Да, по поводу Европы Запада 40 на 40 вот прозвучала цифра. Я, к сожалению, не успел, я отходил, говорилось. Значит, 40 на 40 это было до 2004 года. Вот это была такая стабильная характеристика, бивекторное геополитическое массовое сознание. Сейчас идут колебания, очень сильные подъемы были в сторону России и так далее, и так далее. И вот это вот на уровень всегдашней константы вот этой вот 40 на 40 бивекторности мы еще не вернулись. Но, кажется, движение, динамика идет в этом направлении. Спасибо. Спасибо. И, Оксана, вы еще хотели добавить, пожалуйста. Да, я вот понимаю, что это не тема сегодняшней дискуссии, но, к сожалению, не могу не отреагировать. Но я зацеплюсь за то, что Андрей Петрович говорит о том, что вообще очень большая ответственность на самом деле за общественное мнение в том числе лежит на социологах, которые формулируют вопросы, которые они ставят в анкету. Поэтому, если вы формулируете вопрос, хотите ли вы быть одновременными в Европейском Союзе и в Союзном государстве, то люди вам на него как-нибудь да ответят. Они ответят да, нет, не знаю, все может быть по-разному, но ответственность за формулировку такого вопроса лежит на вас, а не на них, потому что они в любом случае вынуждены на вам отвечать. Но дело не в этом. Дело в том, что вот это странное отношение белорусов к собственному геополитическому самопределению, это не только, ну не знаю, это не только как это невзрослая или нездоровая оппозиция. То, что у нас нет дискуссий по этому поводу, это наша большая беда. Но у нас есть большая интеллектуальная традиция про это. И не нужно относиться к этому как к просто там блаже, нежеланию выбирать, желанию остаться как бы там посредине всего и прочего разного. Потому что кроме Абдераловича, конечно, который, конечно, наша там история, не знаю, есть Владимир Маскевич, есть Бобков, есть Акудович, как бы, то есть есть целая пыль в современной философии, которая закладывает как бы, ну вот возможность думания Беларуси как таковой, и возможность ее существования как бы как отдельного культурного цивилизационного как бы объекта. И я бы не относилась к этому нисходительно, да, снисходительно как к какой-то невзрослости как бы белорусского общества. Потому что, ну, это наша взрослость, она просто еще требует, не знаю, там, доосмысления, додумывания, до продумывания, до говорения, как бы, ну и согласия всеобщего. Вот и все. Но я понимаю, что это не сегодняшняя дискуссия, просто, ну вот, не сказать об этом было невозможно, извините. Спасибо. Нет, спасибо, все нормально, аж в общем, как и говорил, с такой приятной известной социологией, как сегодня, в общем, вполне ожидаемо, что в дискуссии мы будем уходить от первоначальных вопросов, для того она и есть, чтобы можно было разные темы обсудить, конечно. Есть еще в чате Мария Вадеева, Противская экспертная ассоциация. Да, привет, привет, подключайся. Здравствуйте, спасибо большое, очень социологическую точку зрения, было интересно послушать, потому что я, как Регор, тоже больше из международной политики. У меня такой вопрос, в последнее время очень много стало от каких-то публичных публикаций, выступлений, которые непонятно кого имеют своим объектом. Я вот сейчас, например, кроме этого опроса, который мы обсуждаем, имею в виду последнюю статью Суркова, перед этим была статья Медведева, перед этим статья Путина, в выступлениях, когда, например, Лукашенко дает интервью Би-Би-Си и прямо в общем-то не обращается к Путину, но какие-то такие посылы дает, как сейчас принято говорить, троллит его в каких-то моментах. Вот эти все вещи, как вы считаете, кого они имеют объектом, кто должен быть главным слушателем? То есть, если мы предполагаем, что этот слив СОМа, он был сделан специально и имел целью на кого-то произвести определенный эффект или что-то кому-то показать или довести, то вот кто этот человек, который должен это услышать? То есть, это общество, это белорусы, это россияне, это сам Лукашенко, ну, то есть, на кого направлены такие вещи? Ну, вот, Асуркова там я, например, привела, потому что тоже все обсуждают его статью, и мне вот, это как бы не относится к теме, но если кому-то интересно, как вы считаете, например, это говорит Путину, то есть, он для Путина это пишет, например, что вот верните меня назад в политику, или он говорит это, например, украинскому руководству, то есть, ну, вот, кто является главным объектом таких информационных влияний? Спасибо. Спасибо, спасибо за вопрос. Кто из наших спикеров готов попробовать начать отвечать? Поскольку Геннадий Моршин стал отвечать, но всем должен был откланяться, так что, в общем, на рекору Оксану и Андрея остается необходимость отвечать. Я могу начать, в принципе. В принципе, давай. Конечно же, когда очень много разных происходит таких сообщений, наверное, нет какого-то одного конкретного получателя, и вряд ли может кого-то отыскать, и я вообще считаю, что скорее это какая-то общая инерция, что во многом мы находимся в состоянии инерции, когда происходят какие-то события, которые просто происходят. я не думаю, что он произошел из-за того, что кто-то хотел каким-то образом именно посчитать в целом. Скорее, просто кого-то это упало, я не знаю, конечно, но мне кажется, что это просто кому-то упало в руки, и кто-то подумал, почему бы этим не поделиться. Если это интервью с журналистом BBC, да, там были какие-то вещи, которые были направлены на каких-то людей, но я не думаю, что они были там целенаправленными, да, то есть что Александр Лукашенко сидел во время интервью и думал, что он хочет кому-то сказать какими-то конкретными словами, то есть там, мне кажется, было все достаточно сумбурно, да, и в общем тоже в какой-то степени структурировано. Поэтому мне кажется, что мы сейчас просто я не вижу тут какой-то общий, какой-то волны, да, какой-то компании и какие-то конкретные вещи. Наверное, как-то так. Да, дякурвор, Оксама, Андрей, если что, добавить. Ladies first. Мне, честно говоря, трудно что-то сказать по этому поводу, судя по тому, что до меня эти посылы в основном не дошли, они были направлены явно не мне. Понятно, что много всяких игр сейчас ведется, и ну, не знаю, это не моя сфера компетенции, анализировать посылы Суркова кому-нибудь. Возможно, это важно, но мне тяжело об этом считать. Поэтому, не знаю, наше внимание сейчас направлено в основном процессы, которые происходят в Беларуси, внутри Беларуси и вокруг Беларуси, и те сигналы, которые мы там легче можем прочитать, поэтому я, к сожалению, про это ничего сказать не могу. Спасибо, Оксана. Андрей. Ну, я имел в виду, кратко прокомментировать не по поводу Суркова, а по поводу вот этого исследования в ЦИОМа, которое мы обсуждаем. Значит, и в данном случае можно говорить о нескольких целевых группах, и это можно на два кластера разложить. Первая группа это рассчитываемая или сознательно ориентированная целевая группа данного цифрового месседжа, социологически цифрового месседжа, это топовая точка белорусского истеблишмента. Надеюсь, я понятно выражаюсь. Но дело в том, что всегда возникают в любых месседжах непредполагавшиеся группы или группы там, не знаю, целевые группы побочного воздействия. И вот здесь две группы стихийно сформировались применительно к тому цифровому месседжу, который пришел через слив, не утечку, слив в ЦИОМа. номенклатура, то есть средний уровень белорусского истеблишмента. Ну и как бы номенклатура, посмотревши на это, может подумать, а стоит ли так уж значит это упираться, если в Кремле вот мысли изменяются. и так можно подумать в результате вот этого опубличивания, что мысли в Кремле изменяются. Вот. А вторая непредполагавшаяся социальная группа, это целевая группа, это оппозиция, которая каким-то образом могла, ну, если угодно, вдохновиться этим обстоятельствам. вот в Кремле понимают, что так сказать, Белоруссия не так это официально информационно подается. Такой комментарий. Спасибо. 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 Я вижу Оксану Руку это в прошлом раз или сейчас? Вижу, хочешь, что добавить? Нет, это сейчас, да, я бы вот добавила к интерпретации Андрея Петровича, потому что она, в общем-то, возможная, и вот я опять занимаюсь не своим делом, в смысле того дела, которого я не люблю, вот этим размышлениям конспирологическими про всякие сигналы и прочее, а разное, но мне кажется, что даже в наших размышлениях о конспирологических сигналах мы вот уже год как бы ходим по кругу. Это я просто возвращаюсь к своему тезису по поводу того, что мне кажется, что ситуация в Беларуси, она такая вот, ну, как-то замерзла, вот она на год уже замерзла. Происходит очень много действий, к сожалению, эти действия для многих людей небезопасны, то есть мы как бы наблюдаем там репрессии и давление и вот этого всего, но тем не менее сущностно, по сути, ситуация ни разу не меняется. То есть все игроки, которые в ней участвуют, они все ведут себя примерно одинаково и все, ну, как-то все повторяют свое собственное действие. Это связано как бы не только со сторонниками изменений, со сторонниками протеста, которые просто как бы гнут свою линию, не только как бы с режимом, который гнет свою линию, но в том числе и вот с этими сигналами, с там какими-то попытками что-то изменить, потому что ведь мы наблюдали это за этот год, за полтора года уже не раз. И это вот такие совершенно ну, однотипные, какие-то однотипные ходы, которые как бы вот все применяют в попытках как-то сдвинуть ситуацию как бы с места, она все никак не двигается. Но это так, просто рефлексия на то, что Андрей Петрович говорит. Я вот как раз об этом сейчас, извините, я как раз об этом и спрашивала, вот то, что Оксана, вы говорите, что ну вот как бы кажется просто, что это все перешло в плоскость, когда лидеры что-то высказывают и непонятно, ну, то есть либо печатают и непонятно к кому это обращается, то есть если раньше это все проходило по каким-то каналам, которые были не так на виду, по крайней мере, то сейчас это все как какой-то вот, ну, либо это мне может быть кажется, поэтому вот я об этом и спрашивала, либо это все в какой-то вышло в такую плоскость, когда это вот все остальные начинают обсуждать, а кто что кому хотел сказать, на кого это было обращено и, ну, в общем-то, кто кому какие посылы посылает и сюда же, например, вот, если вы следите, Лавров, МИД российский опубликовал дипломатическую переписку, то есть это тоже как бы такое, чего раньше не было, ну, вот какие-то вот все как-то вышло, в общем-то, очень публично, вот поэтому вот я и спрашивала, собственно, спасибо большое за ответы. Спасибо, действительно, да, мне кажется, в этом плане иногда сигналы вот как-то разослили перепиской, иногда, да, иногда интересно посмотреть не только в то, что было в той переписке, но, в общем, даже, да, даже не считая эту переписку, уже, в общем, некоторое впечатление Лаврова, например, от коммуникации с европейскими партнерами, уже, в общем, ясно, что он сливает какие-нибудь впечатления. Хорошо, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Я видел там Валерий Иванович Крабалевич какую-то камеру свою включал, так что, если бы, Валерий Иванович, вы хотели бы что-нибудь добавить, пожалуйста, вот, или есть у нас, в принципе, вопросов, или есть, да, Валерий Иванович, ведем вас добрый вечер. Да, если можно одну реплику. Конечно, Валерий Иванович, конечно. Мне кажется, что этот слив в целом идет в том же ряду, что и заявление Путина, призыв его к тому, чтобы Лукашенко вступил в диалог с оппозицией. То есть, это отражение, мне кажется, серьезного напряжения в отношениях между Минском и Москвой из-за того, что Минск не выполняет договоренности о транзите власти, которые были достигнуты в сентябре 2020 года в Сочи. И таким образом, такими уколами, тонкими или грубыми, Москва хочет побудить Лукашенко выполнять эти договоренности. Ну, вот моя точка зрения, смысл вот этого слива. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Если я вот вижу Андрея Киваэта, хочется туда еще нормально прокомментировать эту мысль. Просто четкая, понятная, аккумулированная формулировка. Рад за коллегу. Формулировку Валерия Ивановича все мы любим, это правда. Оксана? Ну, вот я, к сожалению, не верю в то, что эти сигналы, любого роботоподобные сигналы со стороны Москвы, это сигналы к реальному диалогу в Беларуси, реальным переговорам в Беларуси. Никого диалога сегодня в Беларуси невозможно, возможно только переговоры. Я вам напомню, что на сегодняшний день в Беларуси 884 полет заключенных, и это только то, что по данным правозащитных организаций, и мне кажется, Москва это не тот гарант демократических переговоров, как бы, которого мы можем ожидать. Поэтому то, что Москве нужно успокоение ситуации в Беларуси, возможно, в каком-то виде транзит власти, ну, как это, я бы сказала, я бы называла это словом нормализация, я бы не называла это ни диалогом, ни переговорами, ни движением к нашему общему демократическому будущему. То, что Москве нужна нормализация ситуации, это очевидно. И то, что такого рода вещи в том числе могут быть сигналами к тому, что здесь как-нибудь надо навести порядок, как-нибудь, это как бы тоже, наверное, да. Но я бы не делала ставку на то, что это призыв к реальным переговорам Лукашенко с реальной оппозицией, а не с тем, кто будет выставлен ей на замену и в каком-то имитационном процессе будет участвовать. Вы знаете, у нас есть на это прецедент. Спасибо. Спасибо, Оксана. Я сейчас подумал тоже такое спонтанная мысль, что в многом же, кстати, можно же призыв к диалогу с позицией воспринимать не только как отреагировал Лукашенко, что, мол, когда Путин с Навальным начнет говорить, что, конечно, теперь это, видимо, новое синоним, как Дракт на горе свистни, когда Путин с Навальным строит диалог. Но во многом, да, это можно еще трактовать, как, кстати, призыв к такой условному трансформации белорусской политической повестки в сторону российской, потому что Путин же проводит регулярно диалог с Зюглановым и Шириновским встречаются. Они вполне нормальные люди, в тюрьмах не сидят, в парламенте сидят. Вроде как будто оппозиция. И, с одной стороны, совсем понятно, что это не Навальный, но, с другой стороны, в итоге мы видим, что российская политическая модель сложнее и, в итоге, вероятнее устойчивее, чем белорусская, потому что не вызывает таких протестов. По идее, может быть, можно толковать с повеления Путина и в том ключе, что надо белорусскую модель приближать к российской. И это, конечно, не делает ее демократичнее, но, наверное, делает более и более устойчивой и более понятной для Кремля, с чем Кремлю, наверное, было бы легче взаимодействовать, понятней, чем с тем, что есть в Беларуси сейчас. Окей, есть ли у нас еще из наших гостей желающие вопросы или комментарии свои добавить? И, если нет, то мы можем постепенно и завершать, потому что, мне кажется, мы сегодня очень много важного обсудили. Мне кажется, ситуация с вопросом в ЦИОМ и как, и что, и почему, конечно, хотя мы все еще не знаем правды, но, как минимум, версии их обсуждений стало явно больше, и все стало понятней. Поэтому я бы хотел сказать большое спасибо тогда всем нашим сегодняшним спикерам, кто согласился пожертвовать свои полтора часа днем или вечером на такую дискуссию, по-моему, получилось очень любопытно и интересно. Да, вот Антон присылает в чат приглашение на презентацию также белорусского ежегодника. Действительно, в пятницу ежегодник наконец будет презентован. Такая традиционная работа белорусского аналитического сообщества по итогам прошедшего года и в этом году по понятным причинам презентация затянулась и многие и авторы и редакторы ежегодника, включая нашу коллегу Валерию Костюгову, до сих пор за решеткой. Но, тем не менее, презентация ежегодника пройдет, поэтому в пятницу всех пригласаю регистрироваться в то же время, что и наша сегодняшняя дискуссия это будет. Поэтому, да, еще раз всем спасибо за участие, спасибо всем гостям, которые задавали такие замечательные вопросы, это позволило нам в том числе обогатить нашу дискуссию. И в таком случае всем спасибо и до новых встреч. Спасибо. Спасибо, это не жертва, это вклад. Да, можно говорить инвестиция, инвестиция в интеллектуальную дискуссию. И я не белорусская аналитическая мастерская, а Варшавский университет. Это так. Андрей, это просто Андрей. Рада была всех видеть свидания. Да, взаимно. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok